Новый сорт Победа 75, я уже про него говорил. Видите, он был один из лучших для поздних сроков посева, но это не значит, что его нужно сеять поздно, это просто говорит о том, что он очень адаптивный, он для высокого агрофона, его можно сеять низкими нормами высева, у него отличная кустистость, у него отличная натура, крупное темно-красное зерно, это сильная пшеница, у него сейчас замечательный иммунитет, потому что когда сорт создается, он обычно устойчив к местным расам и местным болезням, потом уже под него подстраивается, идет эволюция патогена, поэтому сорт Гром когда тоже внедрялся, он тоже был устойчив, я сам помню, как Виктор Викторович мне звонил, говорит, Гром поразился Буражавчин, я говорю, не может быть, ошибаешься, потому что Гром устойчивый, но прошло 2-3 года и сорт начинает поражаться, поэтому все новинки, они создают максимальную отдачу в первые годы, поэтому всегда следите за новинками и старайтесь их прибрать в первую очередь, потому что тогда будете получать максимальную отдачу, с каждым годом последующим, с ростом площадей, будут увеличиваться болезни, которые начинают поражать, и будут увеличиваться ваши затраты на их защиту, этих сортов, но пока сорт новый дает максимальную отдачу, и вот сорт Победа 75 действительно замечательный сорт, с высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью, устойчивостью к полиганию, единственное, что надо помнить, что он не сеется по кукурузе, к сожалению, к сожалению, к фузырезам он повреждается, поэтому сеете по подсолнечнику, по сои, по гороху, по рапсу, контролируйте именно фузырезную опасность, не сеете по кукурузе, а так вот будут сорты и по засухе, и по морозостойкости, и засухоустойчивости, и по качеству один из лучших, для высокий агрофон. Какая здесь норма высева? Так, значит, норму высева мы будем спрашивать агронома Виктора Викторовича, потому что, ну, обычно, в прошлом году он сеял 50 кг, но здесь, я думаю, килограмм 100, потому что он обычно больше 100 кг семенные участки не сеет. Вот мне сейчас предоставили листья, ну, что я могу сказать, в данном случае на патогенную флору это не похоже абсолютно, понимаете, в этом году весна была своеобразная, дождливая, холодная, и обсувалась температура, поэтому были эффекты некоторых химических препаратов, они по-разному, как говорится, вызывали вот, ну, нажоги, крапчатость, мы это называем. В общем, это физиологическая реакция, никоим образом к инфекции не относящаяся. Поэтому, в принципе, лист работает на 97%, он зеленый, здесь спороношения никакого нету, обычно наши фитопатологи сразу требуют поставить в влажную камеру, чтобы посмотреть, есть ли споры. На таких листах никакое спорношение не происходит. Ну, просто вот реакция физиологическая, да, морозки, химии, все-таки, к сожалению, как мы не стараемся, а последний год, вы сами знаете, поставки химии у нас сложные, и даже наши отечественные производители тоже с ее получают, скажем так, окольными путями, и хорошие препараты тоже бывают, вызывают, скажем так, некоторые неприятные эффекты. Поэтому, ну, вот такова жизнь, и такая кравчатая листа может наблюдаться у некоторых сортов, особенно вот в такую холодную весну, как в этом году, и на фоне той химии, которую приходится, бывает, не вовремя давать. Значит, еланчик. Ну, уже тоже не нужно рассказывать, потому что, действительно, сорт местного региона в том смысле, что это название реки на севере Ростовской области, но теперь эту реку уже знают по всей России. Сорт еланчик уже зашел в десятку по площадям возделывания в Российской Федерации, и, если не ошибаюсь, он уже лидером является по площадям возделывания в Ростовской области. Уникальное сочетание высокой и морозостойкости, и скороспелости, и крупнозерности, и урожайности, и качества зерна. Значит, его нужно контролировать по фузырозу косо, а не сеять на кукурузу, потому что у него крупный колос достаточно, и есть опасность повреждения фузырозом, и также контролировать септориоз. Он средний восприимчив к септориозу, к бурой желтой ржавчине у него хорошая устойчивость. Также, как говорится, опытники показывают, что вот такой крупный колос, хорошая продуктивность, и у него быстрый налив, поэтому даже если будет засуха поздняя или средняя, летняя, он уже успеет сформировать высокий урожай зерна. Поэтому и в ранние, как говорится, поздние и весенние заморские также он себя хорошо показывает, хоть и подмерзает немножко, но потом хорошо восстанавливается. Это было проверено в опытах 2021 года здесь и на полях Ростовской области, и у нас, и в других регионах. Поэтому сорт Еланчик имеет отличное качество и уникальное сочетание урожайности, качества и морозостойкости, и скороспелости. Поэтому он заслуженно пользуется спросом. И уже в прошлом году у нас было большое количество семян произведено, но мы не смогли всех удовлетворить. Огромные были заявки, превышающие в 2-3 раза количество семян. Поэтому это говорит о том, что сорт получил свое признание и распространение. Поэтому я думаю, у вас у всех уже он у вас присутствует на полях и будет вас радовать и радует сейчас и в будущем. Значит, вот сорт Школа. Понятно, что сейчас сортополки еще будут проводиться. И вот сейчас задают вопросы, почему столько выскочек. Еще раз повторяю. Вы все прекрасно помните поздние заморозки, которые были в 2021 году. Это все бич для семеновозства, особенно для скороспелых сортов. Чем более скороспелий сорт, чтобы он потом ушел от засухи, тем он раньше развивается и у него раньше наступает генеративная фаза. И он менее устойчив к именно перепадам температуры, особенно сильным заморозкам. Такие заморозки пыльца отмирает. И получается, что растение ищет, кто бы ее опылил. Фактически открывает колос, открытое цветение. И пыльца летает с других сортов и может попасть на колос. Образовается спонтанный гибрид. В следующий год в семеновозстве вы видите какие-то растения с более крупным колосом, которые вроде такого же типа. Потому что это же гибридные растения. В первом поколении все единообразные, одинаковые. Их практически невозможно, как говорится, полностью удалить при сортополках. Во втором-третьем году начинается сильнейшее расщепление. Получаются и высокорослые формы, и низкорослые формы. Получается, как говорится, появление выскочек. Конечно, каждый год в семеновозстве нужно проводить сортополки. Но после сильных морозобоев, особенно у скороспелых сортов, в течение двух-трех лет это головная боль для семеновозов. Потому что реально все выпало в чистоту. Это очень тяжело и невозможно. Сорт замечательный. Он очень засухоустойчивый, скороспелый, очень крупнозерный, урожайный. Вот еще раз повторю, он отлично показал результаты и у нас на юге, и в нижнем по Волжье, и в центральной полосе. В Курске, Белгороде, еще раз повторю, были заморозки. И не только была ледяная корка, где 10 сантиметров целый месяц. Местные сорта все погибли, в основном школа осталась. Это их подтвердило и показало, насколько он адаптивный сорт. Сорт обладает, тут в его родословно входят лучшие российские сорта не только кубанской селекции, но и других регионах именно по жаростойкости, зашкоустойчивости. Поэтому это наиболее приспособленный к нашим условиям сорт. Очень засухоустойчивый, скороспелый, адаптивный, морозостойкий, жаростойкий. Его нужно защищать от желтой ржавчины. Он весной может повреждаться желтой ржавчиной. Поэтому фунгицидная обработка должна быть при месте внесением гербицида. Но дальше он устойчив и к бурой жалчине, и хорошо устойчив к септориозу, и хорошо устойчив к фузариозу. Поэтому его можно сеять по кукурузе. Его можно сеять по колоссовому предшественнику. Его отлично сеять можно и в Калмыцких степях, и в лесной степи, Белгород, Курска, Воронежа. Отлично показывает результаты. Поэтому, я думаю, и в производстве у нас уже больше 100 центров урожайность показывал на больших площадях. Больше 30 гектаров, потом 105 центров давал в хозяйство Казахского края. Поэтому сорт-школа, он только набирает свои площадя. Заслуженно требует, как говорится, к себе внимания. Естественно, семеноводы будут бороться с этими выскочками. Но в течение года, двух-трех лет оно будет выровнено окончательно. И будет уже, как говорится, никаких нареканий не вызывать. Но на сегодняшний день ни в коем случае от него не надо отказываться. Потому что это очень урожайный и качественный сорт. И вы сейчас, кто посеял, посмотрите, проанализируете и поймете, что это действительно так. Поэтому сорт-школа, это школа академика Лукьяненко. И, я думаю, у него большое будущее. Спасибо. Мы сегодня очень заметили, что очень сильное кучение. Да. С нормами баловаться нельзя. Ну, в принципе, конечно, это не Алексеевич, но и не Гром. Поэтому, если хорошо, он хорошо кустится. Он, видите, ксеромортный, экономный листочек. Он, как колосьев. Поэтому, в принципе, здесь я наверняка, вот Виктора Викторовича надо спросить, здесь 100 килограмм на гектар. В прошлом году мы сеяли, как получился опыт, посеяли 20 килограмм на гектар. Школу все видели в прошлом году. И при 20 килограммах он дал 70 центеров. Ну, вы видели какой-то массив. Там по 50 колосьев было с одного растения. Поэтому сорт действительно на высоком агрофоне способен очень хорошо куститься. Поэтому все наши сорта, если по оптимальной сроке сева, не нужно сеять больше 120-140 килограмм на гектар. Особенно некоторые, особенно типа Темирязевку Алексеевич, это обязательно. Гром, Таню можно гуще посеять, но она больше урожая не даст, но не поляжет. Но вот Темирязевка Алексеевич большие нормы не выносит, потом перекущаются и ложатся. Сорт в школу тоже хорошо кустится, поэтому средние нормы высева, оптимальный срок сева 3-4 миллиона, это выше крыши для любого предшественника. 5 миллионов это уже подстраховка при поздних сроках сева, когда будете сеять в конце оптимальных по поздно убираемым пропашным предшественникам. В общем, сорт школа, я думаю, для дома это один из самых замечательных сортов. Обратите внимание. Сорт кольчуга, вот видите, уникально, очень низкорослый сорт, очень жесткая соломина, высочайшая устойчивость к полигонию и очень крупный продуктивный колос. Кольчуга назвала Людмила Андреевна, потому что вот буквально скоро через первые несколько жарких дней она покроется сильнейшим москвым налетом. Она будет серебряная, она уже сейчас видно как серебряная. А будет совсем белый лист практически, как будто бы посыпанный тальком. Поэтому, в принципе, очень хорошая устойчивость у него к листовым болезням. Но опять же, сорт очень крупноколосый, низкорослый, поэтому есть опасность повреждения фузариозом. Поэтому по кукурузе на зерно его сеять ни в коем случае не надо. По другим предшественникам, по подсолнечнику, по сои, по пару, по гороху, по льну. Поэтому будет на высоком агрофоне давать высокий урожай. Вот я сегодня показывал в таблицах. В прошлом году, в среднем по стартовым опытам сортовой игротехники, вот два сорта, Мане и Кольчуга, дали максимальный урожай в среднем. Поэтому это ценная пшеница, но очень высокоурожайная, крупнозерная. У него мощная корневая система и даже полученное, вам скажу, отскрикнение с Тритикали. Поэтому есть надежда на получение, как говорится, устойчивости и к солистойкости, жаростойкости. Потому что у Тритикали очень мощная корневая система и обычно пшеницы, полученные на основе Тритикали, имеют хорошую заскоустойчивость, жаростойкость и устойчивость к вымаканию. Поэтому сорт для высокого агрофона, для большого количества удобрений, ценная пшеница, но они на кукурузное зерно. А так, видите, очень красиво смотрится, очень выровненный кукуруз. Что? Надо Виктора Викторовича спрашивать, если его сейчас здесь нету, потом, наверное, будем на банкете спрашивать. Потому что Виктор Викторович сеет низкими нормами высева, но большими дозами удобрений. Я думаю, здесь не менее 4 центнеров в пересчете на селитру весной. 2 плюс 2 как минимум. Сорт Тимирязевка. Тимирязевка 150 сейчас. Это один из самых распространенных сортов. И вот Виктор Викторович Диченко сам его, как говорится, очень сильно полюбил. Потому что у него было два сорта такого типа Алексеевича Тимирязевка. Их тогда были заморозки 21 года. Он сам говорил, что Алексеевич подмерзал, неоднократно восстанавливался. А Тимирязевка чуть-чуть более позднеспелая, даже не подмерзала. И потом получалось 5-7 центнеров разницы между Алексеевичем и Тимирязевкой. Сорт среднепоздний, но при этом он жаростойкий и засухустойчивый. Я сам неоднократно вот на полях Эрзагара, Вишневская, в Морозовском районе видел, когда уже жара, суховее. Вроде бы уже все, ничего невозможно там, как говорится, вырасти. Тимирязевка вроде бы только-только зерно заложила, все будет захват сумасшедший. Нет, она давала потом максимальный урожай отличного зерна. Все-таки сорт жаростойкий, засухустойчивый, морозостойкий. Но еще раз повторяю, здесь видите, какой колоссостой. Видите, какой крупный колосс. Тимирязевка очень сильно кустится. Ее ни в коем случае нельзя закучать. Еще раз повторяю, Алексеевича, Тимирязевку в оптимальные сроки сейте 2,5-3 миллиона, 3,5, не больше. Если уже сеете в ноябре, в декабре, поздние сроки сева, там будете увеличивать до 4-4,5, но не больше. Сорт очень сильно кустится. Если вы его посеете очень густо, у него будет очень раннее полигание, плохой фотосинтез и не будет налива. Поэтому сорт требует, во-первых, неглубокой заделки семян. Посева в конце оптимальных сроков не слишком рано, чтобы он не перерос. И не обязательно, чтобы пониже до нормы высева. А так он хорошая устойчивость, у него и корневым глиням можно сеять по-колоссовому. У него хорошая толерантность к фузариозу, можно сеять также по кукурузное зерно. Он дает отличные результаты и на высоком агрофоне, и на среднем, когда у вас нехватка будет питания, плохой жесткий предшественник пропошной и нехватка селитры. Он там тоже будет лидером. Он очень экономный сорт, очень хорошо, как говорится, реутилизация, мощная корневая система. Поэтому он сейчас и входит в тройку лидеров по продуктивности и тройку лидеров по площадям возделывания в нашем регионе, не только в нашем. Перед вами шарозерная пшеница сорт Прайм. Долгие годы мы ведем селекцию шарозерной пшеницы. Она очень высококачественная, но, как всегда, уступала по урожайности мягкой пшеницы. Вот созданием сорта Прайм, который отличается очень высокой морозостойкостью. У него, ввода дословно, входит в сорта Дмитрий, очень морозостойкий, и сорт Просковья. Он сейчас районирован практически по всей России, по экспертной оценке. У него очень высокая морозостойкость и очень высокая продуктивность. Вот фактически это первый сорт шарозерной пшеницы, который по урожайности равен сортам мягкой пшеницы в Громотане, но превосходит их по качеству зерна. Поэтому вы можете возделать этот сорт на высоком агрофоне. Он очень морозостойкий и будет надежно перезимовывать в любых регионах. И он будет давать и урожай высокий, и высокое качество зерна. Поэтому устойчивость по ляганию, так же как у всех шарозерной пшеницы, очень хорошая. Значит, впереди остистый сорт. Сорт Песня, который уже районирован. Он имеет некоторое родство сортом Хит. Значит, имеет очень крупное зерно, темно-красное. Это сильная пшеница. И так же, как сорт Хит, он у нас устойчив к фузариозу. Один из самых устойчивых к фузариозу. И устойчив к твердой головне. Поэтому сорт Песня уже районированный по Северо-Кавказскому региону и Центрально-Черноземному региону. Фактически один из лучших сортов для высокого агрофона, по предшественнику, кукуруза на зерно. Вот если будет вспышка фузариоза, вот только у этого сорта фактически фузариоза вы не найдете. Поэтому, и так же он устойчив к твердой головне. Поэтому жаростойкий, засухоустойчивый сорт, с хорошим красивым зерном. Песня название возникло, когда молодой сотрудник почистил мешок зерна этого, еще и линии тогда. И сказал, что просто песня, потому что никаких отходов нет, только пыль улетела. Зерно одно к другому, фактически для семеновода одна радость. Фактически нет отходов. Зерно очень красивое, выровненно, темно-красное. И поэтому товарный вид очень красивый. Ну, во-первых, новые сорта всегда имеют преимущество над старыми. Селекция наша сегодня работает очень хорошо. Все новинки имеют отрыв от предыдущих сортов в размере 3, 5, 6 центеров. И получить на ровном месте при одинаковых затратах дополнительно 5-6 центеров зерна, это дорогого стоит в наше сложное экономическое время. Какие сорта из новинок НСЗ лучше всего проявляют себя в условиях вашего хозяйства? В вашем хозяйстве хорошо показалось себя и по прошлому году. И в этом году очень неплохо смотрится сорт школа. В прошлом году из-за своей высокой натуры она занимала лидирующие позиции в строчках по урожайности. Бункерный 10-кубовый вес зерна комбайна «Акрас» превысил 8,3 тонн, 8,4 тонн, весил бункер зерна комбайна «Акрас». То есть высоконатурная пшеница, очень хороша она по всем предшественникам, средне-ранняя, очень урожайная, качественная, сильная пшеница школы. И хотел бы отметить новинку этого сезона, которая прошла госрегистрацию, это «Победа-75». Это сорт нашего любимого, уважаемого академика Людмилы Андреевны Беспаловой. Сорт выдающийся, она по зимостойкости немножко уступает школе, но по потенциалу урожая, а по общему, значит, она превосходит сорт школы. Тоже является сильной пшеницей, тоже полукарлик, тоже очень устойчива к полиганию, устойчива к болезням. Ну и плюсом ко всему она радует своей высокой урожайностью. Легка в уборке, прекрасно молотится, крупное, красивое, качественное зерно. Из проверенных сортов, те, которые у нас в хозяйстве дают стабильно проверенный годами высокий урожай, хорошего качества, это сорт, значит, скороспил, это иланчик, небольшой объем у нас его будет. Новинка кольчуга, как она поведет себя в нашем регионе, пока неизвестно. По зимостойкости она уступает даже сорту Тане, немножко, как бы она вот так не совсем, быть может, характерна для нашей зоны, но по урожайности она заявлена, как тоже один из самых урожайных сортов, лидеров по продуктивности с одного гектара. Хотел бы отметить еще сорт Тимирязевку 150-ю, которая уже давно в нашем хозяйстве. Из средне-поздних сортов она дает всегда стабильно высокую урожайность, не проваливается в засушливые годы. И хотел бы отметить ее, значит, кроме стабильно высокого урожая, ее очень хорошее качество. В прошлом году она уходила на леватор с товарных посевов, с протеином 14,8, 15, то есть, как бы ниже 14,5 она не опускалась. Я считаю, это очень хорошим показателем. Плюсом ко всему стабильность урожая, она даже при поздних посевах очень неплохо кустится весной, за счет того, что она средне-поздняя, она спит, когда все скороспелые пшеницы ранее спилы, они стартуют, идут, значит, в рост, кустятся и торопятся, значит, выскочить, дать колос, то Тимирязевка 150-я спокойно набирает вегетативную массу, формирует продуктивные стебли и дает плотный, хороший стеблистой и высокий урожай. Это сорта, которые могут все ваши инвестиции перевести, как бы сказать, в более высокую степень отдачи себестоимости. То есть, получается, как бы, они будут и на бедном агрофоне иметь преимущество за счет своих уникальных качеств и способности, значит, усваивать питательные вещества из почвы, экономно расходовать влагу, значит, очень эффективно использовать, значит, солнечную радиацию, но на высоком агрофоне все их, значит, способности, они приумножаются. То есть, это тот сорт, который может освоить все ваши удобрения на ту единицу влаги, которая у вас имеется, и дать максимальную продуктивность с гектара земли, ну, с гектара площади, посевных площадей. Проблема полегания, она имеется везде, да, как бы, пшеницы в этом году очень буйные, вегетативная масса большая, междоузлия за счет больших обильных осадков вытянулись, но мы работали ретардантами, это входит в технологическую схему нашего хозяйства, постарались, значит, укоротить, укрепить междоузлия, и поэтому у нас пшеница пока, тьфу-тьфу-тьфу, вся пока стоит, нигде никаких полеглых посевов нет. Надеемся, что и в уборку мы с этой проблемой не столкнемся. Кроме того, что в этих сортах полукарликах генетически они имеют очень высокую устойчивость к полеганию, то в условии, когда очень-очень плотно формируется стеблистой, значит, очень дается большое количество удобрений, очень влажный год, много осадков, то и эти сорта, может быть, они не вылегают так, допустим, как высокоростное, но и они кренятся. Но чтобы этого не происходило, где-то в углах каких-то, допустим, разворотах, там, разбрасыватель удобрений, где-то порывом ветра, чтобы этого не происходило, работаем ретардантами. Плюсом ко всему, это облегчает комбайновую уборку, меньше соломы остается на поле, легче работать с пожневными остатками, ну и как бы вот использование этих агроприемов только одни плюсы. Во-первых, мы с Виктором Викторовичем познакомились в Краснодарском институте, и очень интересно увидеть, как себя ведут сорта в разных условиях, очень интересно. Виктор Викторович вообще он такой человек продвинутый, у него все время новые какие-то идеи, новые плюшки, и мы когда ездим друг к другу, мы учимся. Он приезжает к нам, мы едем к нему, и когда мы общаемся, я думаю, что мы развиваемся. Мне вообще Виктор Викторович нравится и как человек, и как агроном, тем более я вот недавно узнал, что он агроном в третьем поколении. У него вот когда он заходит на поле, он, вы посмотрите, как он преображается, да, он на поле готов говорить, это не заученная речь, он говорит то, что думает, и то, что у него, он сейчас на душе и в мыслях, и вот у него как речь течет, как река, да, и за ней только надо успевать. Но во всяком случае для меня это такой, такой же эффект, как у удава для мартышек, помните, вот это, мы слышим тебя, я слушаю Виктора Викторовича и быстро все запоминаю, ну и поддаюсь его обаянию. Вы сколько лет сотрудничаете уже с Дьяченко, нравится ли вам семена? С Дьяченко мы сотрудничаем с 2010 года, это 12 лет, ну это будет 13, и вот мы стараемся, не то, что стараемся, вернее, так получается, берем семена практически каждый год, пробуем сортовую мозаику, ну и уже выработали для себя, для нашей зоны, для Зимоняковского района определенный круг сортов. Ну, тут же надо еще учитывать хозяйственную, будем говорить, там полезность или как правильно сказать. Вот в данном, в настоящее время у нас в работе находятся еланчик и гром в испытании сорт школа. Почему берете сорта именно у Виктора Викторовича? Чем вам? Во-первых, привлекает качество семенного материала, и второй Виктор Викторович дает большую теоретическую базу. Я вообще не агроном по образованию, поэтому для меня его советы очень ценные. Кстати, стал заслуженным работником сельского хозяйства благодаря его советам. Скажите, пожалуйста, вы семена Виктора Викторовича уже брали? Да, больше 5 лет мы брали. Мы брали тритикали, сортит был. Сейчас у нас есть новый сорт, не скажу, какой, это секрет. Юка была у нас, потом сейчас у нас еланчик, сабербаш, мане, победа 75 есть. С того, что видели на дне поля, что понравилось? Что, может быть, будете покупать? Покупать, наверное, пока не будем, потому что мы брали в том году элиту. Вот у нас есть мане и школа, элитные семена. Как бы мы их хотим оставить, но они как бы оригиналы, будет элита, и хотим оставить их себе. Школа хорошая сорт? Ну, не нравится, мане лучше, мне кажется. А там уже урожай покажет. По колосу, по качеству зерна, по качеству будем смотреть, что будет лучше. Видите, в этом году как сложилось, вернее, в том году. В прошлые годы нужно был объем, а в том году нужно было качество. А качества не было за счет того, что были осадки. А вы с Виктором Викторовичем дружите? Да, у нас есть группа единомышленники в WhatsApp, мы там общаемся. И там у нас очень много человек. Вот здесь у нас приехало человек пять, наверное, из нашей группы. Здесь, получается, Краснодарский край, есть Ставропольский, есть даже с север страны, Новосибирский, есть ребята. И как бы около ста человек у нас в этой группе, и мы общаемся. Чем вас Дьяченко объединяет? Советами, семенами, и как бы как человек, чисто по-человечески, в любое время можно позвонить, Викторович подскажет, объяснит, расскажет, что, как. Просто дружественные отношения, как бы человек такой, доброй души, то я хотел бы поблагодарить, что он каждый год собирает нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok